По-моему, Граунд Солянка отличается от всех остальных музеев тем, что, я скажу как композитор, она дает возможность композиторам реализовываться в музейном пространстве. Это большая редкость, и это дает просто очень важный опыт мне как композитору. В Граунд Солянке мы реализовали проект «Вдохновленный космосом». Это фестиваль одного дня, он уже проходил два года подряд, и планируем мы третий год его проводить, потому что он шел с большим успехом. В чем заключалась идея этого фестиваля, в том, что мы соединяли народные инструменты и современную авангардную академическую музыку. И делали это с молодыми композиторами и молодыми исполнителями. И я в восторге, что от сочинений, которые предлагали композитор, что от очень профессиональной игры исполнителей. Каждый раз мы что-то новое придумываем. В первый раз у нас был еще также термин «Вокс», на котором Олеся Ростовская играла. Во второй раз у нас еще был фольклорный ансамбль. Это ансамбль «Комань» с нами участвовал. В третий раз готовим что-то новенькое совсем. Посетителя в Солянке ждет, во-первых, встреча с новым искусством, с хорошим новым искусством. Это не так часто происходит. А во-вторых, здесь попадаешь в такой какой-то дом, что ли, в котором тебе, с одной стороны, очень комфортно, а с другой стороны, он создает тебе фундамент для встречи с чем-то новым, необычным, с чем иногда страшновато или неудобно или неуютно встречаться. А здесь ты очень плавно и очень бережно можешь прийти к этой встрече с новым опытом, с опытом встречи с новым искусством. По-моему, «Граунд Солянка» ценна тем, что вбирает в себя все медиумы искусства и дает возможность реализоваться каждой творческой единице. Это очень ценно. И еще дает возможность экспериментов. То, сколько Катя Бочевар позволила мне сделать за короткое время здесь экспериментов, я даже никогда не мечтала о такой радости. В общем, благодарна. На выставке «Найденный звук» представлено много звучащих объектов. Среди них инструменты, которые создавал Рома Жауров, композитор, специально для перформанса режиссерки Аси Литвиновой, перформанса с настройки, которому я писала музыку. И мы показывали его на фестивале «Архстояние». И там было создано четыре инструмента, по сути, флитовой группы. Можно на первом этаже прийти посмотреть. И также представлена видеодокументация нашего перформанса. Можно послушать не только инструменты, но и вокальный номер большой, который поет трио вокальное женское. И послушать сочетание. Потому что мы так задумывались изначально, что у нас три голоса и условно три флейта. То есть такая монотембровость. Но флейт в итоге стала чуть больше. Но монотембровость сохранилась. И вот интересно это послушать. Приходите. Продолжение следует...